Юные гребцы стремятся к финишу, который располагается за 2 километра от старта. В таком состязании участвуют более 50 человек. Среди них ученики спортивной школы «Гребли» имени Константина Костенко. За свою многолетнюю историю Кубок Алтайского края стал не просто гонкой за первое место, а настоящей традицией для спортсменов. Начиная с 50-х годов, эти соревнования, этот чемпионат, Кубок Алтайского края, он по-разному назывался, когда-то чемпионат, когда-то Кубок Алтайского края, когда-то это были традиционные соревнования, открытие сезона, посвященные Дню Победы. Ну, то есть, так или иначе, каждый год мы проводим эти соревнования. Так же, как и наши ребята, мы так же все участвовали, так же было очень волнительно. Спортсмены представляют не только столицу края, еще Бийск и Павловск. Как говорят тренеры, новичков на Кубке нет. Для участия в таком событии необходимы годы тренировок. Два километра для меня не новая дистанция. Скажу сразу, я не стайр, но, в принципе, мне понравилось ее идти. Да, был ветер и было немного сложновато отруливаться, костяшка даже на руке болит. Но, как я оцениваю свой результат, он пока неизвестен для меня, но, мне кажется, минут 12 с лишним вышло, и опять же, это из-за погодных условий. В нынешнем сезоне на Грибном канале пройдут не только традиционные соревнования, но и те, что появились недавно. Зрители смогут побывать на фестивале драконов, который пройдет 29 и 30 июня. Спортсмены более чем из 10 стран будут соревноваться на лодках дракон. На старт выйдут более 400 спортсменов из Беларуси, России, Юго-Восточной и Средней Азии. Заезды будут проходить на дистанциях 200, 500 и 2000 метров. Анна Москаленко, Влада Зубкова, Денис Кузьменко. Новости.